Антон, здравствуйте. Привет. Меня зовут Яхман. У меня тут разборки с этим, с ЖКХ. Я по вашему шаблону собираюсь написать в суд, значит, как по теме живого. Посоветуйте, какой лучший суд, в мировой суд писать или в городской? Я живу в области, лучше в Кострову написать, либо в свой судебный участок. А что ты конгрену хочешь написать? Ну, я хочу добавить еще к твоему, то, что вот по этим... По этому счету, ну, то есть 408-21 должен быть банковский. Они производил оплату на 407-02. И так как я не являюсь должником, ну, производил оплату на другой счет. Вот по этой теме. Подожди, а что у тебя за ситуация? Что, кто-то в суд подал, что ли, или что? Да нет, суд не подавали. Никто. Я могу заранее, допустим, судья Мортов смотреть это дело. Без привлечения меня, допустим. То есть я хочу первый подать, как бы, иск. А предмет иска какой? У меня-то тут автомат. Ну, то есть подключили и опечатали. Я его опять включил. То есть там написали, там, типа, обратимся в полицию. Вот там будут разбирательства. Я его включил опять. Они там переразились каким-то штрафом. Коротко в двух словах. Незаконное отключение от электричества? Ну, незаконно, да. Я писал заявление о преступлении. Каппаратура. То есть они бездействуют. И следственный комикет. Вызывал полицию. То есть я не застал, кто отключал. Вот. Видеофиксация у меня не произошло никак. То есть без меня они отключали. И опломбировали. Просто я им сказал, что провода не обрезайте. Я запрещаю. То, что они у меня кабель подземный. Вот. Если они будут обрезать облона в конце. Ну, потом подключение не произойдет уже повторно. Если что. Они сказали, мы тебе печатаем тогда автомат входной. А как ты в суде докажешь, что это именно они отключили? Ну, как-то не знаю. Я-то подал в суд только после того, как у меня случайно на руках оказался акт отключения. Где не все отключаются. Копия точнее. Они даже не предоставили никакого акта. Ну, а как ты в суде будешь? На пальцах доказываешь, что это именно они отключили? Я тебе еще раз вопрос задаю. Какие ваши доказательства? Ну, как доказательства? Я же представляю, кто отключал. То есть надо все равно видеофиксация какая-то, да? В смысле представляешь? Слово представляешь буквально означает представил. То есть сам себе нафантазировал. Ну, так-то да, да, да. Ну, то есть я со спины завидел их. Вот. Со спины. Но ни в фото, ничего. Не успел сделать. Ты их в суде как? В затылок будешь опознавать или что? Вот именно, да. Я тебе еще раз вопрос задаю. Какие ваши доказательства? Доказательства? То, что нет договора. У меня с ними. Вот с этой управляющей компанией. Отпустие договора не доказывает, что именно они отключили. И знает, кто скомандовал подключение. Но опять же, ни аудио, не было записи ничего. То есть я звонил начальнику приставительства КВСК, наступал КВСК. Да не знаю, какие действия дальше делать, производить. Ну, они там совершают такие угрозы. Там у нас это коллекторы, там будут требовать с вас деньги. Тебе нужно доказать, прежде чем подать сути, нужны доказать, что именно они отключили. Все, павел. Желательно письменные. То есть опять же, привлечь полицию, да? Желательно. Дальше сам думай, через полицию, через прокуратуру. Жалуйся, жалуйся на них, пиши сообщение о совершенных преступлениях. Можешь написать сообщение о совершенном преступлении, что именно они отключили. Они пойдут, их опросят, тебе добивайся отказа, постановления о возбуждении, либо отказе о возбуждении уголовного дела. И там ты прочитаешь, что были такие-то опрошены. Они пояснили то-то, то-то. И вот это будет, вот хотя бы такой ответ, уже будет доказательство, что именно они отключили. Вот у нас мастера сами признаются, что они отключают. И приходит к ним следователь, опрашивает их. А я потом читаю постановление об отказе о возбуждении уголовного дела, что было, что мастер такой-то, фамилиями отчества указываются. И мастер сам там про себя рассказывает, что да, он там был, он отключал. Ну и все, вот это постановление уже есть доказательство. Его уже достаточно. Я понял. А у тебя, а у тебя только твои фантазии и... Ну это понятно, понятно. ...образы затылков. Мне также и следственник объяснил, да, что не было никаких этих... Ну как бы, кто отключал нарушителей. И мы никак не можем там возбудить дело. Такое дело. А они могут возбудить в отношении неустановленных лиц, а потом... Ну да-да-да-да-да-да-да. Просто... То есть на повторном, да, как запросить. Подожди. Просто с твоей манерой общения и с твоим подходом к делу, они, естественно, все это быстро сообразили и поняли, что тебе просто можно, ну, как это, лапши навешать, и все, и ты отстанешь. Что они и сделали? А какие-то они штрафы, наверное, могут предъявить, да? Потому что я подключился сам. Кому? Мне. А ты подключался сам? Ну да. То есть я пломбу не повредил, она не приклеилась к этому. К автоматов. Ну, к тебе, переключатель. А ты кому-нибудь говорил, что ты сам подключался? Нет. А зачем ты мне говоришь, что ты подключался? Ты сам себя сдаешь. Да, ну, понятно. Нет, я просто хочу совета. Я приятного уверяю. Вот когда меня спрашивают, как у тебя свет появился после первого отключения, я говорю, без комментариев. Перестать общаться на день. Нет, я даже на их конституцию не ссылаюсь. Без комментариев. Не хочу отвечать на этот вопрос. Я первый, ты можешь брать только после того, как... И не нужно брать, если ты прям ничего не хочешь пояснять, это только после того, как тебя возьмут подписку за дачу ложных показаний. Это у следователя только. Там ты не имеешь права отказаться от вопроса. Или в суде там под подпиской. А вот там нужно отвечать, затрудняясь ответить, не припоминаю. Все. Ответ есть? Есть. Ответил, ответил. С информацией сообщил, нет. Все ясно. А вот это вот волеизъявление, оно только в случае, если на тебя, да, подают, допустим? Это вот компания, суд. Какой из них? У меня множество волеизъявлений. Ну, вот тут, как объяснить. Я уже исправил тут, хотел написать. Об признание законным действиям по прекращению подачи электроэнергии, обозначение восстановления, обозначение компенсации, морального вреда. А, так это волеизъявление со своим заявлением, так? Вот оно, сейчас в моем случае не подходит, да? И как? Потому что и доказать не сможешь. У тебя, это, то есть даже если ты подашь, тебя оставят без движения, и вынесут определение, что это оставить без движения, могут отклонить сразу, завернуть, что не предоставлены доказательства. Могут оставить без движения. У нас же это, как это, суды, это рулетка. Ну, ясно. И, скорее всего, вынесут определение, оставят без движения до тех пор, пока не предоставишь нам в течение определенного срока эти доказательства, что именно они отключили. А у тебя таких доказательств на данный момент нет? Тогда придется добиваться. Не добиваться, а стараться получить. Добиваться от слова «бой». Добиваться от слова «бить». Да нет, биться здесь не надо, конечно. Все надо, это, субординацию соблюдать. Понятно. Какую субординацию? Причем тут субординация? Субординация там, где есть подчинение, где есть уровни иерархии. Ты тут подчинение, что ли? Ну, нет, нет. Ну, а при чем тут субординация? Ну, я просто смысл немножко. Субординация относится только к паре, начальник подчиненный. А, понял, все, теперь понял. Е-мое, ты еще и в словах не разбираешься. Ну, да, как бы да. Говоришь словами, значение которых понятия не имеешь, что не означает. Все ясно. Изучай каждое слово, читай внимательно. Потому что ты обрати внимание на приложения, которые указаны. Там указано, что копия акта об отключении. Они там все сами расписались. Полицейские любезно, не знаю, то ли случайно, то ли специально предоставили этот акт. Ладно, буду думать. Думай. Я могу разместить наш разговор для всех? Могу, да. Вот, ведь можете. Добро. Это сделай анонимно, чтобы тебя там никто не докопался. Кто у тебя свет подключил? Не знаю. Все, спасибо. Благодарь. 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 Спасибо. Благодарь.